Мы проводим приемочные. Вот они изобрели, слепили. Мы должны проверить таким образом, чтобы оно работало нормально, без сбоев в течение какого-то времени. За годы успешной работы Сибирский научно-исследовательский испытательный центр медицинской техники стал связующим звеном между разработчиком и Росздравнадзором. Сегодня Сибниц МТ входит в девятку центров в России с аккредитацией на проведение технических испытаний в широком диапазоне медицинских изделий. В нашем Сибирском научно-исследовательском испытательном центре медицинской техники писали научные статьи, патентовали наши изделия, внедряли в серийное производство, поставляли нам нашим поставщикам и видели, что кроме полезности наших приборов, приборы используются в многих лечебных учреждениях до сих пор наших. Помимо испытаний изделий, центры занимаются разработками своих. Главное признание, конечно, то, что мы поставляем в лечебные учреждения, пытаемся поставлять наши отечественные изделия медицинской техники, которые позволяют лечить и реабилитировать наших больных, которые находятся в лечебных учреждениях, в Новосибирской области говорим, и России. Наша область аккредитации и наличие оборудования в нашей аппаратуре, она позволяет производить испытания различных сложностей. То есть мы можем испытывать оборудование практически от лазеров, рентгеновские аппараты, проводим испытания оборудования, которое применяет ультразвук, инфракрасные оборудования, диагностические различные аппараты, а также реабилитационные, включая коляски и тренажеры. В рамках Сибницы МТ инженеры занимаются разработкой авторских медицинских изделий, которые находят свое применение в стенах больниц не только Новосибирской области, но и всей страны. Одна из последних разработок Сибницы МТ – аппарат «Прометей». Он предназначен для рассечения коагуляции биоткани во время проведения операции. За счет воздействия высокочастотным током происходит испарение жидкости межклеточной, и за счет этого происходит динутрация белка и, собственно, разрез. За счет сложной обратной связи и увеличенной рабочей частоты происходит травматизация биоткани в уменьшенном объеме. То есть не происходит излишнего термического поражения биоткани. И за счет этого сокращается время после операционного восстановления человека. Либо там какие-то ожоги оставятся на пациенте, если это используется старый аппарат, либо это происходит все очень чисто и гладко при помощи нашего аппарата. На базе Сибницы МТ работает медицинский центр «Нейропомощь», ведущее направление которого – оказание помощи при осложнениях сахарного диабета. Лечение в центре осуществляется разработками научно-исследовательского и испытательного центра. В 2014 году медицинский центр «Наш нейропомощь» перепрофилировался. Мы расширили свою лицензию, стали оказывать медицинские осмотры. В основном это выездные медицинские осмотры. А сейчас специализируемся на диабетической стопе. Эта проблема актуальна, тем более, что в рамках Новосибирской области, Новосибирска в целом этим никто не занимается, я имею в виду в частной практике, практически никто. Но наши возможности на сегодняшний день позволяют принимать таких пациентов, тем самым помогая им, снижая инвалидизацию. С этого года Сибница МТ работает в сотрудничестве с Новосибирским медуниверситетом. Это позволит вместе не только создавать новые изделия медицинской техники, но и уточнять многие параметры изделий, которые были созданы в течение нескольких десятилетий специалистами исследовательского центра. Сегодня Стражи нашего здоровья принимают участие в технопроме на главной технологической площадке в России. Это сотрудничество имеет уже давнюю историю. Начиналась она в совместных каких-то технических разработках, потому что когда технические работники какой-то изобрели прибор, то им нужно получить какую-то консультацию. Правильно они сделали, неправильно они сделали, и тогда они должны обращаться к специалистам. Поскольку институт занимается как раз именно разработкой медицинской техники различной, это перспективно в плане инвестирования, это перспективно в плане социальном, то, конечно же, для того, чтобы получить корнифицированную какую-то консультацию, нужно привлекать тех, кто обладает достаточно высоким знанием. То есть профессорско-преподавательский состав, в Новосибирском государственном медицинском университете очень большое количество капитал, где очень много ведущих специалистов есть в своей области, и не только на уровне Новосибирска, но на уровне и региона, и федерального округа, и России. Поэтому это сотрудничество оказывается таким взаимно привлекательным, взаимно интересным. Почему? Потому что когда Новосибирский медицинский университет принимает участие в клинических испытаниях, это является основанием потом для внедрения данных технологий в практику. Это имеет основания для научных разработок, как фундаментальных, так и прикладных работ. Поэтому я думаю, что в дальнейшем будет развиваться сотрудничество, и мы в скором будущем увидим результаты. Не столько важно количество медицинской техники, как ее качество и безопасность. Это то, что гарантирует Сибница МТ сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok